Здравствуйте, дорогие третьеклассники! Сегодня мы с вами погрузимся в мир необычайных приключений. Рудольф Эрих Распе. Он родился в 1736 и скончался в 1794 году. Мы видим с вами, что он жил более 300 лет назад. Это немецкий поэт, писатель и сатирик, прославившийся как создатель знаменитого литературного персонажа барона Мюнхгаузена. Он написал очень много рассказов о приключениях этого необычного барона и говорят, что существовал его реальный прототип. Прототип этого барона любил рассказывать различные истории. Он очень много путешествовал и любил рассказывать истории про себя. Сегодня мы с вами пройдем один из его интереснейших рассказов о приключениях Мюнхгаузена на войне. Этот рассказ называется «Верхом на ядре». Когда мы используем слово «верхом»? Верно, ребята, когда ездят на лошадях, на конях и так далее. И теперь посмотрите, обратите внимание, что оседлал наш Мюнхгаузен. Давайте прочитаем, с чего началась вся эта история. «Впрочем, во время войны мне довелось ездить верхом не только на конях, но и на пушечных ядрах». Обратите внимание, ребята, весь рассказ, все эти приключения, они написаны от первого лица. Что означает рассказ от первого лица? Когда рассказчиком является как бы сам автор. И у нас создается ощущение, что с нами разговаривает сам барон Мюнхгаузен. Произошло это так. Мы осаждали какой-то город и понадобилось нашему командиру узнать, много ли в том городе пушек. Но во всей нашей армии не нашлось храбреца, который согласился бы незаметно пробраться в неприятельский лагерь. Храбрее всех, конечно, оказался я. Я стал рядом с огромнейшей пушкой, которая палила по вражескому городу. И когда из пушки вылетело ядро, я вскочил на него верхом и лихо понесся вперед. Все в один голос воскликнули. Браво, браво, барон Мюнхгаузен. Посмотрите, каким интересным невероятным способом решил Мюнхгаузен отправиться на разведку. Давайте прочитаем, что случилось дальше. Сперва я летел с удовольствием, но когда вдали показался неприятельский город, меня охватили тревожные мысли. Хм, сказал я себе. Влететь-то ты, пожалуй, улетишь. Но удастся ли тебе оттуда выбраться? Враги не станут церемониться с тобою. Они схватят тебя, как шпиона, и повесят на ближайшей виселице. Нет, милый Мюнхгаузен, надо тебе возвращаться, пока не поздно. В эту минуту мимо меня пролетало встречное ядро, пущенное в наш лагерь. Недолго думая, я пересел на него и, как ни в чем не бывало, помчался обратно. Конечно, во время полета я тщательно пересчитал все пушки и привез своему командиру самые точные сведения об артиллерии врага. Скажите, какое у вас настроение вызвал этот рассказ? Конечно, очень веселое настроение, потому что, читая, мы понимаем, что Мюнхгаузен приукрасил, скорее всего, свои приключения. Что, как вы думаете, можно ли лететь на пушечном ядре и еще в воздухе пересесть на ядро, которое летит обратно? Конечно, нет. Но Мюнхгаузен это делал не со зла, он это делал для того, чтобы нам было интересно его слушать. А теперь, если вы внимательно слушали этот рассказ, давайте попробуем ответить на вопросы по тексту. Почему командир решил отправить Мюнхгаузена на разведку? Верно, ребята. Потому что командиру понадобилось узнать, много ли в том городе пушек. Молодцы. Второй вопрос. Какой способ придумал Мюнхгаузен, чтобы выполнить поставленную задачу? Верно. Вот самый удивительный в этом рассказе как раз-таки этот способ. Он вскочил верхом на пушечное ядро, которое вылетело из пушки. Следующий вопрос. А каким способом он вернулся обратно? Найдите отрывок текста. Посмотрите, ребята, откройте свои книжки и давайте найдем отрывок, которым есть ответ на этот вопрос. В эту минуту мимо меня пролетало встречное ядро, пущенное в наш лагерь. Недолго думая, я пересел на него и, как ни в чем не бывало, помчался обратно. Вы очень хорошо справились с заданием. Ребята, в своей речи Мюнхгаузен использует очень много фразеологизмов. Давайте мы с вами попробуем выполнить вот какое задание. Заменим фразеологизмы в этом упражнении каким-нибудь одним словом. То есть для этого мы должны знать значение этого фразеологизма. Как вы думаете, что обозначает фразеологизм черепашьим шагом? Вы знаете, что черепаха – это самое медленно передвигающееся в мире животное, и поэтому, когда говорят «он двигается черепашьим шагом», хотят сказать «очень медленно». Верно. Следующее слово – «кот наплакал». Вы когда-нибудь видели, чтобы кот плакал? Конечно, нет. Значит, когда чего-то очень мало, можно сказать, что его нет, мы используем такой фразеологизм «кот наплакал». Следовательно, этот фразеологизм обозначает слово «мало». «Рукой подать». Когда мы говорим так? «Рукой подать» – это означает настолько близко, что можно дотянуться до него. Значит, «рукой подать» означает близко. Следующее слово – «чуть свет». Вот когда мы идем в школу, мы встаем «чуть свет». То есть, когда мы встаем? Мы встаем рано. Верно. «Яблоку негде упасть». Когда мы используем этот фразеологизм? Да, когда в помещении очень много людей, и даже «яблоку негде упасть», значит, в этом помещении очень тесно. Следующее слово – «в одно мгновение», то есть, в один миг, внезапно. Или же можно заменить словом «вдруг». Следующее слово – «шаг за шагом». Вот мы с вами изучаем части речи «шаг за шагом», то есть, как? «Постепенно». Верно. Проследний фразеологизм – «в поте лица». Мы в поте лица стараемся, учимся, чтобы достичь каких-то результатов. Значит, «в поте лица» означает «усердно». Мы с вами усердно учимся. Давайте обратим внимание, какие слова мы получили. Медленно, мало, близко, рано, тесно, вдруг, постепенно, усердно. Как вы думаете, на какие вопросы они отвечают? Верно, ребята. Медленно, мало, отвечает на вопрос «как». Близко, отвечает на вопрос «где». Рано, когда, тесно, как, вдруг, когда, постепенно, как, усердно, тоже как. И теперь давайте вспомним, какая часть речи отвечала на эти вопросы? Где, куда, откуда, как, когда. Да, верно, ребята. Эти слова относятся к части речи «наречие». Верно. Теперь давайте посмотрим и прочитаем правило. Что такое «наречие»? «Наречие» – это неизменяемая часть речи, которая чаще всего обозначает признак действия и отвечает на вопросы «когда», «как», «где», «куда», «откуда». Чаще всего «наречие» бывает связано с глаголом. Не чаще всего, в основном, оно связано с глаголом. Так как «наречие» обозначает признак действия, может обозначать иногда признак предмета или признак другого признака. Почему у «наречия» так много вопросов? Потому что существуют различные разряды наречий. Ребята, наречие – место, наречие – время, наречие – образа действия, цели, причины и так далее. Давайте мы с вами просто по вопросам посмотрим, какие наречия можно отнести к тем или иным вопросам. К вопросу «где» можно отнести наречие слева, сбоку, то есть определяет местонахождение предмета. Наречие «куда» определяет направление. Куда? Направо, вдаль. Наречие «когда» – это наречие времени, то есть наречия, которые заменяют нам время. Вчера, давно, сегодня, завтра. Наречие «откуда» – опять-таки это наречие места, сверху, издали. Как? Это наречие образа действия, то есть каким образом происходило действие. Ярко, весело. Зачем? Наречие причины. Нарочно, назло. Зачем? Это наречие цели. Нарочно, назло. То есть с какой целью мы выполняем то или иное действие. И наречие причины. Почему? Почему-то что-то произошло сгоряча, поневоле. А теперь давайте попробуем выполнить упражнение из ваших учебников. Упражнение 151 на странице 112. Вставьте подходящие по смыслу наречия. Давайте прочитаем предложение и попытаемся выяснить, какие наречия можно сюда вставить. С утра из-за тучи выглянуло долгожданное солнышко. С утра, наверное, это происходило сегодня. Значит, сюда подойдет наречие времени. Сегодня с утра. Снег начал таять. Вы знаете, когда выходит солнышко, что происходит со снегом? Вот недавно у нас в городе пошел первый снег. И что произошло? Вышло солнышко, и снег начал, верно, быстро таять. Сюда подойдет наречие образа действия. Как? Быстро. Следующее. Еще придется ждать приход весны. Да, до весны еще далеко. Значит, нам придется еще долго ждать приход весны. Наречие – это неизменяемая часть речи, и оно всегда пишется одинаково, без изменений. Поэтому правописание наречий мы запоминаем. А теперь выполним еще одно упражнение из ваших учебников. Упражнение 153 на странице 112. Посмотрите, нам дана таблица. И по этой таблице с помощью кода мы должны отгадать слово. Ребята, вы, наверное, знакомы с игрой в шахматы. И вы знаете, что в шахматах шахматисты, когда хотят назвать месторасположение шахматной фигуры, используют два слова – букву и цифру. Цифра показывает номер ряда, в каком столбце. И давайте по коду угадаем первую букву. Какая буква находится в клеточке Г2? Определили? Молодцы. Это буква О. Следующая буква находится в клеточке Б3. Давайте посмотрим на пересечении Б и цифры 3. Какая буква находится? Верно, ребята, это буква Т. В клеточке Е1 какая буква спряталась? Верно, ребята, это буква Л. А какая буква спряталась в клеточке Б2? Молодцы. Это буква И. Следующую букву давайте найдем. В3. На В3 у нас спряталась буква Ч. На В1 у нас спряталась буква Н. И последняя буква на А3. Верно, ребята, на А3 спряталась буква О. Какое слово получилось? Отлично. Молодцы, ребята. Вы отлично справились с заданием. И вот слово отлично тоже является какой частью речи? Молодцы, ребята. Это наречие. Теперь давайте попробуем образовать наречия. Есть такие наречия, которые образуются от других частей речи. Давайте образуем от прилагательных. Глубокий, интересный, звонкий, низкий, строгий, честный, медленный и мелкий. Соответственно, однокоренные наречия. Глубокий, как, глубоко. То есть, чтобы образовать часть речи, задайте вопрос. Вопрос, который соответствует этой части речи. И у вас тут же появится идея. Какое однокоренное слово можно сюда подобрать? Интересный, как, интересно, верно. Звонкий, как, звонко. Низкий, как, низко. Строгий, как, строго. Честный, как, честно. Медленный, вновь, как, медленно. И мелкий, как, мелко. Видите, вопросы нам помогли подобрать нужное наречие. И эти слова считаются однокоренными. И домашнее задание. Прочитайте следующий рассказ о приключениях барона Мюнгаузена. Первое путешествие на Луну. Выполните упражнение 152 на странице 112. Повторите правила о наречиях. И не забывайте, ребята, что во время пандемии нужно использовать маску защитную, чаще мыть руки, избегать контактов с заболевшими. Надо высыпаться, заниматься спортом. Проветривайте комнату. Не болейте, берегите свое здоровье. До свидания, ребята. И вновь здравствуйте, ребятки. Я вас приветствую на уроке математики. Тема нашего сегодняшнего урока – пространственные фигуры. Грани вершины ребра. Развертки фигур. Ребятки, грани вершины ребра. Что это такое? Давайте рассмотрим с вами одну фигуру пространственную. Это как называется? Верно. Прямоугольная призма. Ребятки, пространственные фигуры имеют вершину. Что такое вершина? Вершина – это точка грани вершины ребра. Давайте с вами разберем, что это такое. На примере одной пространственной фигуры. Как называется эта фигура? Верно. Прямоугольная призма. Обратите внимание, вершина – это точка пересечения ребер. То есть, что такое ребра? Вот это ребра, ребятки. Видите? Когда они пересекаются, вот вместо пересечения вот эта точка называется вершиной. А теперь давайте разберем. А что такое ребра? Это линия пересечения двух граней. То есть, вот эта грань пересекается с этой гранью, и у них образуется ребро. Передняя наша грань, если пересекается с верхней гранью, у них образуется вот это ребро и так далее. То есть, эти ребра, когда при пересечении вот этих ребер соединяются, образуется вершина. А чтобы получить эти ребра, должны соединиться, пересечься две грани. А что такое грань? Это плоская часть фигуры. Если мы ее приложим к поверхности, ее можно будет обвести. Давайте посмотрим, какие грани бывают. Грани могут быть по форме квадрата, прямоугольника, круга, треугольника и круга, ребятки. Например, куб имеет все грани, у нее квадрат. У прямоугольной призмы грани могут быть и прямоугольные, и еще в форме квадрата. Цилиндр имеет две грани, и это круг. Пирамида имеет грани. Может быть и треугольник в виде, и может быть в виде квадрата. Это зависит от основания, ребятки. Дальше у нас конус, а конус имеет грань круга. А теперь давайте с вами разберем развертки фигур. Вот наша верхняя строчка, это наши фигуры. Обратите внимание, пожалуйста, на первую фигуру. Это у нас прямоугольная призма. Она имеет развертку 4 прямоугольника и 2 квадрата. Это боковые ее стороны. Дальше обратите внимание на наш куб. У куба, ребятки, 6 граней, и все они в виде квадрата. Дальше, ребятки, у нас пирамида. У пирамида, обратите внимание, развертка. Квадрат и 4 треугольника. А возможно, у нас быть и внутри тоже треугольник. Это зависит от того, основание нашей пирамиды какое. Если треугольник основания, значит, у него тоже внутри будет треугольник. А если основание квадрат, то будет квадрат. А в данной у нас пирамиде основание, обратите внимание, квадрат. Дальше у нас цилиндр. У цилиндра, ребятки, два круга. Вот они, два круга. Но чтобы сделать данную фигуру, нам необходимо еще один прямоугольник, чтобы смастерить этот макет данного цилиндра. И еще у нас конус. У конуса, ребятки, основание в виде круга. Но чтобы смастерить, сделать такую фигуру, нам необходима вот такая вот еще фигура. А теперь откройте, пожалуйста, учебник на странице 70. Задание первое. Джавид приложил к бумаге разные пространственные фигуры и обвел все их грани. Какие пространственные фигуры использовал Джавид? Сколько грани у каждой фигуры? Вот, ребятки, посмотрите. Вот под номером один фигура. Какие у нас развертки? Четыре прямоугольника и два квадрата. Так какую же фигуру он использовал? Верно. И это у нас прямоугольная призма. Дальше на вторую фигуру посмотрите. У нас все квадраты. Все это сколько? Шесть квадратов и все одинаковые. Это какая фигура у нас пространственная, которая имеет шесть граней и все в форме квадрата? Верно. Это у нас куб. Еще третья фигура. Это грани в виде круга. Это какая фигура? Верно. Это фигура цилиндр. Значит, сколько граней у каждой фигуры, ребятки? Значит, у первой фигуры всего шесть граней, четыре прямоугольных и два в виде квадрата. У второй нашей фигуры шесть граней и все одинаковые в форме квадрата. И цилиндр имеет всего две грани в виде круга. Следующее задание второе на этой же странице. Мы с вами разберем. Плоские фигуры на рисунках получены с помощью граней пирамиды с квадратным основанием. Сколько треугольных граней у пирамиды с равносторонним треугольным основанием? Обратите внимание на нашу фигуру. Вот у нас пирамида с основанием в виде квадрата. Вот она у нас, наш квадрат. А еще, ребятки, по количеству сторон. У пирамиды грани в виде треугольника. Сколько сторон у основания, столько должно быть и треугольников. То есть у нашего квадрата четыре стороны. Значит, у нас будет четыре треугольника. А это выглядит вот так в виде развертки. Вот наше основание квадрат и еще четыре треугольника. Это развертка пирамиды с основанием в виде квадрата. А теперь нам нужно разобрать и показать. Вот наша пирамида основанием треугольника. Значит, сколько нам нужно граней и какими они должны быть. Верно, это треугольники. Почему? Первое, ребятки, обратите, у нас с равносторонним треугольным основанием. То есть у нас основание, треугольник, кроме того, он равносторонний. То есть все стороны одинаковые. А сколько количеств сторон у основания, столько количества и треугольников должно быть. То есть одно основание треугольника равносторонний, а еще три у нас просто треугольники. А выглядит это вот так. Основание и еще треугольника. На этой же странице 70, ребятки, выполним теперь задание третье. Запишите в тетради количество вершин, ребер и граней. Разберем с вами куб. Значит, нам нужно определить у куба количество вершин, ребер и граней. Давайте посмотрим и разберем пространственную фигуру куб. Сколько вершин она имеет? Давайте вспомним, что такое вершины. Вершины – это точка пересечения ребер. Давайте ее определим. Вот посмотрите, это наши ребра, правильно? А при их пересечении образуется вершина. Давайте их посчитаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Значит, сколько у нас вершин? Верно, восемь. Давайте запишем в эту клеточку. Восемь вершин. А теперь давайте разберем. Посчитаем, сколько у нас ребер. Один, два, три, четыре. Спереди у нас четыре. Значит, сзади пять, шесть, вот, семь и восемь. Ребятки, пунктирами показаны те ребра, которых не видно. Это с задней стороны. Ага, и у нас получилось восемь. Дальше у нас боковые снизу. Девять, десять, одиннадцать и двенадцать. И получилось двенадцать ребер. Давайте запишем. Двенадцать ребер. Четыре спереди, четыре сзади. Это восемь. И еще четыре боковые. Двенадцать ребер. А теперь давайте разберемся с гранями. Сколько граней имеет наш куб? Спереди одна грань. Противоположно сзади у нас еще одна грань. Вот она сзади. Сверху у нас три, снизу у нас вот четыре, спереди боковая пять, и противоположно ее сзади шесть. Получилось грани у нее шесть. Грани и все квадратные формы. Одинаковые шесть грани в виде квадрата. Молодцы. А теперь разберем следующую фигуру. Следующая фигура, ребятки. У прямоугольной призмы надо узнать, сколько вершин, сколько ребер и сколько граней. Пирамида – это пространственная фигура, в которой не все точки лежат на одной плоскости. Вершина мы с вами, давайте вспомним. Вершина, верно. Это точка, которая получилась при пересечении ребер. Значит, посчитаем. Один, два, три, четыре. И сзади, которая не видна, ее показали пунктирами. Пять. Получилась вершина у нас. Верно. Пять. Запишем. А теперь давайте посчитаем ребра. Начнем мы с основания, ребятки. Вот, спереди, то, что видно, это одно ребро, второе ребро, два. То, что с задней стороны, но основание, вот она, три, четыре. Четыре ребра мы с вами уже посчитали. Вот, пять, шесть, семь. Это у нас получилось восемь. Восемь ребер. А теперь давайте посчитаем грани. Эта грань у нас в виде прямоугольника. Основание один и четыре боковые. Вот, спереди, вот, треугольник два, этот треугольник три, и противоположный четыре, и другая задняя пять. Сего грани пять. Четыре боковые и одно основание. Пять. А теперь давайте с вами разберем следующую фигуру пирамида с квадратным основанием. Но сделаем так. Вы его сейчас быстренько посчитайте. Запомните, вы мне скажете, а я их сюда запишу, все данные. Я вижу, вы готовы. Давайте начнем. Скажите мне, сколько вершин имеет данная пирамида? Верно, пять. Вот вы сказали, что пять. Давайте проверим. Я запишу пять и проверим. Один, два, три, четыре и пять. Молодцы. Вы посчитали все правильно. А теперь скажите, сколько ребер? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Четыре – это основание и четыре у нас боковые. Правильно, восемь. А теперь кто мне скажет, сколько граней? Правильно. Это у нас один, два, три, с обратной стороны четыре и отсюда пять. Сколько у нас граней? Правильно, пять. Молодцы. А теперь задание такое. На странице 70 выполните, пожалуйста, задание номер 4. А на странице 71 смоделируйте геометрические пространственные фигуры. А у нас с вами урок закончился. Спасибо за урок. До свидания. До новых встреч. Сегодня на уроке мы с вами будем говорить о разнообразии цветов и о свете. Что же такое, ребята, свет? Свет, ребята, это самый быстродвижущийся вид энергии. И часть этой энергии Солнце посылает нам в виде света. Свет, ребята, вначале нам кажется бессветным, но на самом деле он состоит из смеси различных цветов. Мы видим вещи, когда свет, отражаясь в них, попадает в наши глаза. И таким образом, ребята, мы видим красоту природы в различных цветах. Ученый Ньютон проводил свои исследования более 300 лет тому назад на простой установке. Что же, ребята, он делал? Он менял одну призму на другую. И таким образом он получал полосу из разноцветных цветов, которую он назвал цветовым спектром. Белый цвет, ребята, это не свет, а это свет. Свет, который проходит через эту призму благодаря смешиванию вот этих разнообразных различных цветов. Исаак Ньютон первым понял устройство радуги и доказал, что солнечный луч состоит из различных цветов. Их немного, только семь, но они известны всем. Семь цветов нас радуют, догадались. И это, конечно, ребята, радуга. И сегодня мы с вами будем говорить о радуге. Ведь это цветное коромысло над рекою повисло. Что же, ребята, такое радуга и как образуется радуга? Почему радуга разноцветная и как образуются цвета радуги? Вот, ребята, посмотрите на эту картину. Радуга образуется после дождя. Под воздействием солнечных лучей дождевая капля преображается в различные цвета. И таким образом уже после того, как дождевая капля распадает на эти семьи различных цветов, образуется радуга. Таким образом, ребята, солнечные лучи, попадая в небе на капельки дождя, распадаются на разноцветные лучики. Сколько же цветов у радуги? И из каких цветов состоит радуга? Радуга, ребята, состоит из семи цветов. Это красный цвет, оранжевый цвет, шёлтый цвет, зелёный, голубой, синий и фиолетовые цвета. И каждый из этих цветов следует друг за другом поочерёдно. Форма радуги определяется формой капелек воды, в которых преломляется солнечный свет. Ребята, если капелька воды круглой формы, то и радуга имеет круглую форму. Но если на эту радугу посмотреть сверху, с высоты горы или с какой-то возвышенности, то мы увидим только лишь половину этой окружности. Вот точно такую же, как и на картине мы видим. А из кабины самолёта, ребята, можно увидеть всю окружность. Радугу, ребята, можно увидеть не только в небе, но и у водопада или у фонтана. Но ещё, ребята, радугу можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Для этого вам понадобится мелкая посудина, кастрюля, вода, солнечный свет или электрический, белая поверхность или лист бумаги, а также, ребята, зеркало. Вы берёте небольшой тазик, наполняете его водой, а затем опускаете в эту воду зеркало. И ещё, ребята, напротив зеркала вы можете положить картон с бумагой. И таким образом солнечный луч или же луч фонарика, то есть вот этот белый свет, проникает вначале в воду, а затем в зеркало, и отражается этот свет на этом картоне. Отражается различными цветами, цветами радуги, то есть семью цветами, которые мы видим уже на картоне. Таким образом, ребята, в домашних условиях тоже можно увидеть радугу. И вот этот белый свет, ребята, вначале проникает в воду, а затем в зеркало и преображается в различные цвета, цвета радуги. И обратите внимание, наша вода переливается в различные цвета. Как же нарисовать радугу? Все цвета, ребята, образуются из смешения одной, двух или трёх красок. То есть при смешении вот этих красок мы получаем другой цвет, совершенно другой цвет. Вот эти три цвета, ребята, являются основными цветами, то есть это синий, красный и жёлтый цвета. И в результате смешения вот этих основных цветов, то есть красного, зелёного и синего цвета, мы своими глазами видим белый свет. Но, ребята, можно получить разные цвета путём смешения этих красок. Например, если, ребята, мы возьмём красный цвет и смешаем с жёлтым цветом, то у нас получится оранжевый цвет. А если, ребята, мы к жёлтому цвету добавим синий цвет, то у нас получится зелёный цвет. И если мы к синему цвету, ребята, добавим красный цвет, то у нас получится фиолетовый цвет. То есть в результате смешения вот этих цветов мы получаем совершенно другие цвета. Также, ребята, белый цвет играет очень важную роль в получении других цветов. Например, ребята, если красному цвету прибавим белый цвет, то мы получим розовый цвет. Если мы зеленому цвету прибавим белый цвет, то у нас получится светло-зеленый цвет или салатовый цвет. Вот черный цвет при добавлении белого цвета преобразуется в серый цвет, а вот синий цвет при добавлении белого цвета преобразуется в голубой цвет. Таким образом, ребята, вы видите, мы получаем совершенно другие цвета. А сейчас давайте проведем тестовую работу. Когда в небе появляется радуга? Ну, конечно, ребята, когда светит солнце, идет дождик. А сколько цветов в радуге? Ну, конечно, в радуге семь цветов. Какие цвета в радуге? Давайте, ребята, сейчас мы вычеркнем лишнее. А мы вычеркнем с вами коричневый цвет и белый цвет. Потому что мы знаем, что в радуге семь цветов, и там нет коричневого и белого цвета. В радуге оранжевый цвет идет после, конечно, красного цвета. А сейчас, ребята, давайте мы с вами проведем итог нашего урока. О чем мы говорили сегодня на нашем уроке? Мы с вами говорили о том, как образуется радуга, из каких цветов состоит радуга. И сейчас, ребята, мы запишем цифрами порядок следования цветов радуги. Вначале у нас идет, конечно, красный цвет. За красным цветом идет оранжевый цвет. Потом идет, ребята, желтый цвет, а потом зеленый цвет. Потом, ребята, идет голубой, синий и фиолетовые цвета. Таким образом, радуга состоит из семи цветов. А сейчас, ребята, задание к следующему уроку. К следующему уроку по учебнику на странице 40-41 выучить текст и ответить на вопросы. До свидания, ребята, до следующего урока. Субтитры создавал DimaTorzok